всем привет меня зовут анна кафырина вы на моем канале youtube и сегодня 14 день ровно две недели как я бросила курить и сегодня рассказываю про два последних дня как-то мне такой формат больше подходит и как-то ближе чем каждый день потому что больше собирается эмоции каких-то дел и видео получается каким-то более содержательным чем каждый день так вот рассказываю вчера я ездила к маме мы разбирали в очередной раз ее гардероб и вывезли очень много вещей на переработку собрали 5 мешков или даже больше с ненужной непригодившейся одеждой у нас получилось половину черного мешка и вот еще целая гора вещи на переработку здесь значит мешок с обувью и с вещами на переработку которая прям сейчас дома те большие мы потихонечку вы не сдавайте здесь обувь на переработку тоже за нее не дают уже никакие купончики но как ответственная эколог по образованию сдаю здесь ремни и кожаные сумки которые не пригодились их тоже никуда не сдают поэтому вот этот весь мешок он просто к сожалению отправляется в мусорку а так практически все ну то есть вот этот небольшой кусочек это не перерабатываемая а вот раз мешок и вот эти раз два три четыре это все уходит на переработку не радует что столько брахла можно сдать и вещи обретут новую жизнь где-то это хорошо это была одежда всех сезонов там и лето и зима и спортивные не спортивные всякое разное было какое-то количество обуви и надо сказать вот я как-то еще задумалась о том что раз уж я сейчас погрузилась в расхламление квартиры своей и вот начала помогать маме может быть не знаю кому-нибудь еще из подружек съезжу помогу если возникнет у кого-то желание вот потому что меня прям вдохновляет вот это вот расхламление когда я помогаю в частности вот сейчас помогала маме расхламляться мне прям сил добавляет то что я помогаю человеку я прям сама чувствую вот это облегчение которое он испытывает и тоже кайф от этого ловлю вот так вот расхламились мы выбросили какое-то количество вещей больших мешков вернее не выбросили а решили отдать нам переработку было какое-то количество вещей которые решили продать на авито я вот сегодня уже часть из них выставила на авито мне уже там поступили первые сообщения возможно завтра я что-нибудь продам так что расхламление помогает заработать немножечко денег на том что вам не нужно и совсем небольшое количество вещей которые пришлось выкинуть потому что вчера я еще не знала что можно прям сдавать все а сегодня я погуглила и выяснилось что если например h&m принимает ткани ну тряпочки на переработку дает за это купон в рендеву можно сдать обувь на переработку и и отправляют на дмитровский как там там резина технологический какой-то дмитровский завод где обувь отделяют подошву от верха и резину используют ее перемалывают в крошку и используют чтобы покрывать например детские площадки спортивные ну и вообще площадки в городе так что можно сказать вы участвуете в том чтобы город занимался спортом а ремни и сумки я не знала куда деть сегодня вычитала что есть все таки места куда их можно сдать понятно что это бесплатно либо нужно самостоятельно туда привозить если либо если у вас много только вам может приехать специальная фирма забрать эти вещи в частности есть компания свалка если у вас много вещей там пакетов 5 4 ну таких больших или например мебель которая вам не нужна вы вызываете их приезжают к вам добрые молодцы с автомобилем и забирают эти вещи так вот я в наверно 2018 году расхламляла квартиру у меня была какая-то старая мебель которую на авито никто не хотел покупать и я ее просто сдала на свалку это ребята которые приводят в порядок вещи одежду книжки да все что угодно им то можно сдать и пытаются это продать и по-моему даже какая-то часть средств идет на благотворительность такой своеобразный секонд-хенд есть очень много в городе комиссионных магазинов но к сожалению комиссионные магазины не принимают одежду из масс-маркета или если например вышили что-то самостоятельно они все это не принимают только какие-то брендовые вещи люксовые вот так что но на авито я когда-то пробовала продавать тоже вещи из масс-маркета или миддл сегмента но они не продаются крайне редко продается обувь в хорошем состоянии аксессуары типа там сумки броши иногда продаются но тоже опять-таки брендовые хорошие вот а так даже там за три копейки вещи никому не нужны поэтому не рассчитывайте на это лучше сразу не заморачивайтесь и сдавайте вот а сегодня был первый рабочий день на неделе он был выдался прям крайне тяжелым у меня было какое-то плаксивое состояние я даже порыдала не знаю связано это каким-то образом с тем что мы вчера поехали кататься и вернулись домой очень поздно я совершенно не поспала около пяти часов совсем не выспалась и даже несмотря на то что сегодня у нас был хом офис потому что в нашем офисе производились технические работы не работала канализация ни туалет ни воды ничего не было поэтому нас отправили всех на удаленку и даже несмотря на это то что мне нужно было там тратить время на то чтобы поехать доехать до офиса я вообще совершенно не выспалась была ужасно разбитая уставшая и может быть поэтому было плаксивое состояние ну плюс еще на работе был очень сильно стресс может быть из-за этого ну в общем короче прорыдалась я но не курила так что я этому рада вот и к вечеру я сходила переделала свой ноготь ё-моё у меня спустя спустя о господи как сезон жутко спустя два с половиной месяца поменяли лифты интересно долго ли хватит моё даже показывает как в космосе на каком этаже и даже бы первый этаж сообщила для пьяных лифт выглядит конечно гораздо лучше чем подъезд пошла я дальше иду переделывать маникюр потому что отвалился у меня цветной шелак причем база сохранилась а шелак отвалился цветной иду переделывать который у меня откололся так обидно было потому что я в субботу сделала маникюр а сегодня только понедельник и у меня сломался ноготь но ничего страшного я съездила переделала его и все хорошо вот у меня все ноготочки в порядке так что этим вот заканчиваю свой день и я надеюсь что завтра день будет лучше чем сегодня будет хорошее настроение я высплюсь сейчас время 35 минут 11 я справлюсь лечь спать и желаю вам доброй ночи и удачных расхламлений удачного отказа от курения чтобы она проходила у вас легко легче чем у меня потому что у меня достаточно стрессовая жизнь я несколько скажем так переживаю на этот счет и тяжело то мне иногда приходится с вами была на кафырина бросающая курить расхламляющая свой дом сидящая на диете кстати забыл сказать что у меня с весом происходит из-за недосыпа я прям выявила четкую связь из-за недосыпа у меня прибавляется вес и то есть если вчера у меня был минус сегодня плюс ну в общем я топчусь на месте вокруг там 72 и 8 тире 73 и 4 килограмма вот плюс минус у меня где-то килограмм гуляет в общем от недосыпа такая вот беда ну что ж завтра я надеюсь я буду выспавшаяся будет опять минус лишний вес я буду себя хорошо чувствовать и на этой доброй ноте я с вами прощаюсь и иду спать всем пока пока с вами была анна кафырина а а а а и а и а и а и и